Десна ТВ Сводка криминальных происшествий за неделю За прошедшую неделю в дежурный чат поступило 108 сообщений о происшествиях, из них 8 сообщений о преступлении Символ лета, жары и отпуска. Как правильно выбрать арбуз? Не для вас ягодка цвела. Здесь вы этого точно не услышите Об этих новостях и не только подробнее В Москве 10 августа состоялась акция за честные выборы Согласованный митинг «Вернем себе право на выборы» собрал десятки тысяч людей и прошел мирно По оценке полиции на проспекте Сахарова у метро «Чистые пруды» собралось около 50 тысяч человек Участниками шествия стали также журналисты, музыканты и медийные личности Формально люди вышли протестовать против недопуска независимых оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму Однако повестка дня менялась и не была единой. Например, некоторые протестовали против полиции, которая задерживала митингующих За нарушение правопорядка было задержано не менее 300 человек Разнообразие специальностей очень велико. Особое место занимает профессия строителя У работников этой специальности есть и свой праздник День строителя в России отмечают уже более 60 лет, во второе воскресенье августа Как прошел праздник в Десногорске, далее в сюжете Самое мирное, древнейшее и благородное Все эти определения без сомнения подходят для этой удивительной профессии, которая появилась еще на заре цивилизации Праздничную программу, посвященную Дню строителя, открывали почетные гости В адрес работников созидательного труда прозвучали теплые и искренние поздравления Позвольте искренне поблагодарить вас за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица вашей души и вашего таланта Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, новых профессиональных достижений на благо города и нашей великой страны Труд строителей – это неустанная творческая работа на благо страны и ее граждан, который дарит людям радость, делает нашу жизнь счастливее Миллионы людей благодарны вам за ваш труд День строителя – особенный праздник для десногорцев На протяжении долгих лет на въезде в город висел плакат «Живешь на Смоленщине – будь строителем» Этот призыв тогда, 45 лет назад, был очень актуальным, ведь наряду с возведением атомной электростанции строился и удивительный, красивый город Десногорск от самого первого камушка, самого первого фундамента построен руками первостроителей Сейчас я первое лето отдыхаю и работаю, но радуюсь каждому дну, особенно этому, который отмечают практически все строители нашего города А ведь у нас здесь большая часть строителей Это куда ни посмотри, везде мы чувствуем, что наш труд сложен Может, к сожалению, к счастью, на ближайшее время строители будут очень сильно востребованы Особенно те специалисты, у которых был опыт работы тех 20 лет назад Потому что по современной программе нашего президента разворачиваются очень крупные строительства По строительству энергетических объектов и развитию атомной энергетики Праздничное настроение горожанам своими яркими выступлениями создавал народный коллектив студии эстрадной песни «Ренессанс» В программу вошли как тематические композиции, посвященные Дню Строителя, так и современные популярные песни Строители, вы создаете города, строители, гордится вами вся страна Срубятся и в дождь нет голода Строители призвания навсегда Самозанятые Смоленской области начнут платить налоги Речь идет об эксперименте по налогу на доход тех, кто работает на себя Эта практика действует в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области с 1 января 2019 года Смоленская область присоединится к новации со следующего года Сутью в том, что россияне, работающие на себя, должны будут отчислять от 4 до 6% дохода, если он не достигает 2,4 миллиона рублей в год А за сокрытие налогов самозанятые будут подвергаться штрафам Но форма наказания пока только обсуждается В результате введения налогового режима в 2020 году в регионе планируют зарегистрировать 4000 самозанятых О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 108 сообщений о происшествиях Из них 8 сообщений о преступлениях Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями Выявлено 89 административных правонарушений В том числе 69 нарушений правил дорожного движения За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К административной ответственности привлечены 10 человек С 1 января 2020 года будет скорректирован закон о рыболовстве Как и раньше, по новому закону запрещено ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатки и различных приспособлений Исключением остается только удочка За нарушение правил рыбалки можно получить уголовную статью Сети можно использовать только некоторым категориям рыбаков В районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока Там, где добыча рыбы является основным источником пропитания Главное нововведение предстоящего закона Закрепляется правило о свободной и бесплатной рыбалке Так, ловить рыбу свободно нельзя будет в водоемах, где она специально выращивается Рыбалка в таких местах теперь может быть только платной В российских колледжах далеко не все профессии интересны абитуриентам По этой причине более 100 учебных дисциплин уберут уже с 1 сентября 2020 года Среди них изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица, сборщик изделий электронной техники и радиооператор За последние 5 лет эти специальности стали наименее интересны обучающимся Отмечается, что некоторые профессии устарели содержательно, другие исчезли, а третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах Ранее стало известно, что в России к 2030 году из-за исчезновения родопрофессий могут остаться без работы 15 миллионов человек Как часто мы приносим домой вожделенный сочный плод? Моем его, разрезаем и разочаровываемся Но сделать верный выбор среди разнообразия арбузов на самом деле не сложно Подробности далее В зеленых пирамидах спелых ягод найти ту единственную не всегда просто Постучать, надавить и подергать за хвостик всех принятых ритуалов выбора арбуза не счесть Не для вас ягодка цвела Здесь вы этого точно не услышите Большие или маленькие, но все одинаково соблазнительные арбузы А как их выбрать правильно? Сейчас расскажем Первое, с чего стоит начать, внешний вид Плод должен быть правильной формы и здорового внешнего вида Покупать треснувший арбуз не рекомендуется Дорожная пыль и бактерии легко попадут на мякоти арбуза Далее обращаем внимание на хвостик Как оказалось, он не всегда играет решающую роль Щечка – то самое светлое пятно без окраса, на котором лежал арбуз Ягода наверняка будет сладкая и спелая, если пятно желтого цвета и имеет узор в виде паутинки Но есть и более научные способы проверки качества плода Таким уколом ветеринарный врач измеряет процентное соотношение нитратов Эту процедуру проходят все продукты, поступающие в Десногорск Посторонние вещества в арбузе могут быть, но их количество строго ограничено санитарными нормами Наша подопытная партия арбузов оказалась более чем пригодна к употреблению Количество нитратов не вызывает опасений В этом случае сомнений в принципе не возникает Выписываем талончик, разрешающий реализацию продукции и отдаем предпринимателю И он дальше продолжает торговать Выбирайте продукты правильно и приятного аппетита Депутаты Госдумы разрабатывают нормы обведения фиксированной цены на лекарства Планируется, что такая мера поможет избежать приоритетной продажи аптеками лекарств с высокой наценкой Это делается для получения большей прибыли В новых условиях аптеки также смогут зарабатывать Но прибыль будет формироваться из количества проданных препаратов Критерии работы еще определяют с представителями отрасли Помимо этого депутаты хотят обязать аптеки предоставлять не менее 50% витриной площади российским лекарствам А их сотрудники обязаны будут информировать покупателей о наличии дешевых аналогов И о погоде 13 августа в Десногорске переменная облачность Днем плюс 23, ночью плюс 14 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм Программу вел Олег Соловьев Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова